Да, брат. Назови своё имя и профессию. Хорошо. Меня зовут Бакат Хоффман. Я медик-врач из Гамбурга, Германия. Я психотерапевт. И когда я прочитал Коран, я увидел небольшой недостаток. Я бы назвал это «огромный недостаток» — отсутствие роскоши сомнения. И я вижу, как многие мои пациенты страдают от этого недостатка, которое называется сомнением. Брат сказал, что когда он читает Коран, он не находит роскоши в отсутствии сомнения. Но он находит у некоторых своих пациентов есть сомнения. Брат, в чём твой вопрос? Ты можешь объяснить? Вашем выступлении, то, что вы представили, и насколько я читал священную книгу Коран, есть много наказаний и есть много наград. Но там нет места для себя и своих сомнений, и для твоего личного видения. И мой вопрос. Я думаю, что это заставляет людей использовать двойные стандарты в жизни. И я хочу знать, что вы думаете об этом. Брат задал вопрос. Когда он читает в Коране, он находит много наказаний и много наград. И никаких сомнений. И это обязывает тебя. Брат, ты предпочтёшь книгу, содержащую сомнения, или и без сомнений? Первая часть Сура Аль-Бакра говорит. Алиф-Ла-Мим Вя-Лик-Аль-Китабу-Ля-Рай-Бафи. Это писание, в котором нет сомнений. Наоборот, я бы полюбил книгу без сомнений, чем иметь книгу с сомнениями. Я перейду к твоему вопросу. Но ведь у всех есть сомнения. Извини. Я говорю, у всех есть сомнения. Мы сомневаемся в вещах, которых мы не знаем. Но у меня нет сомнений о Коране, аль-Хамду-Лю-Ля. У меня есть сомнения только о вещах, о которых я не уверен. Конечно, я согласен с тобой. Но, к примеру, ты уверен, что 2 плюс 2 равно 4? У тебя есть сомнения, что 2 плюс 2 равно 4? Нет. Очень хорошо. Но это аксиома. Правильно. Подобно тому, насколько ты уверен, что 2 плюс 2 равно 4, я гораздо больше уверен в Коране. Переходя к твоему вопросу, я отвечу на твой вопрос. Это зависит от того, насколько ты уверен. Если ты пойдешь к христианину, он не будет уверен, что 2 плюс 2 равно 4. Поэтому я не могу винить его, потому что у него нету досоверительной базы. И также, потому как я изучал Коран, поэтому у меня нет сомнений в том, что говорит Коран. Это писание, в котором нет сомнений, является верным руководством для богобоязненных, которые веруют в сокровенные. И продолжает. Переходя к твоему вопросу, к части вопроса, что в Коране есть наказание и есть награда, и нет места для сомнений. Это потому, что такова природа человека. Я задам тебе вопрос. Когда кто-то хорошо проявляет себя на экзамене, что ты делаешь? Ты награждаешь его, возможно, золотой медалью, или ты можешь сдать ему сертификат. Не так ли? Да или нет? Да. Если же он провалится, ты скажешь ему, что он должен пересдать. Правильно? Это наказание. Если хочешь, можешь назвать это наградой или наказанием. Так что это жизнь. Аллах говорит в Коране, в 67-й суре Аль-Мульк, во втором аяте. Аллах сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше. Так что эта жизнь, которую мы проходим, брат, это испытание перед последней жизнью, так как такова человеческая природа. Как мы поощряем наших детей? Если ты сделаешь это, я дам тебе награду. Если ты будешь учиться, я куплю тебе велосипед. Если ты будешь хорошо учиться, я куплю тебе компьютер. Что бы это ни было. А иногда ребенок не слушается тебя. И, к примеру, он хочет прыгнуть. Если он хочет спрыгнуть с здания, ты говоришь ему, не прыгай. Он говорит, я хочу прыгать. И тогда ты ударишь его. Отец должен быть добрым. И я скажу, что это за отец такой? Ты хочешь остановить своего ребенка. Ты психолог. Ты хорошо знаешь психологию. Если он не слушается, ты ударишь его один раз. Почему? Потому что ты хочешь спасти его жизнь. Нет, отец, я хочу прыгнуть, я супермен. Но ты скажешь, что супермен только в сказка. Так что здесь иногда вы должны ударить его, чтобы он не прыгал. Точно так же, как всемогущий Бог сказал людям, это опасная вещь. Ты не должен воровать. Если ты своруешь наказание и отсекание руки. Давай проанализируем это. В большинстве религий, брат, будь то христианство, индуизм, иудаизм или ислам, все они говорят нам хорошие вещи. Но отличие ислама от других религий, кроме того, что он говорит хорошие вещи, он также показывает правильный путь, как достичь этого добра. Все религии говорят, что ты не должен воровать. Христианство говорит это, индуизм говорит это, иудаизм говорит это. И также ислам говорит это. Но ислам показывает вам способ, как достичь положения, в котором люди перестанут воровать. В исламе есть система заката. Каждый богатый человек, имеющий сбережение выше уровня Несаба, более 85 граммов золота, он должен отдать 2,5% от его сбережений. Если бы каждый богатый человек в мире давал закат в размере 2,5% от своего состояния, бедность была бы искоренена из этого мира. И не осталось бы ни одного человека, который бы голодал. И после этого Коран говорит в 5-й суре Аль-Ма-Ида в 38-м аяте. Вору и воровке отсекайте руки в воздаянии за то, что они совершили. Таково наказание от Аллаха. Не мусульманин скажет, отрубание рук в эпоху 21 века – это варварская религия, это безжалостный закон. Я задам тебе вопрос. В какой стране сегодня происходит наибольшее количество воровства и ограблений? Согласно статистике, какая страна? Наибольшее количество преступлений в США можешь зайти в интернет в гугл и проверить. Страна, на которую больше всего смотрят. Самая передовая страна в мире. И в ней наибольшее количество воровства и грабежей. Если реализовать этот закон исламского шариата из Корана, что каждый богатый человек, у которого есть сбережение более 85 граммов золота, должен отдавать 2,5% сбережений бедным людям, и после этого любой, кто будет воровать, отрубать ему руку, я задам тебе вопрос. Уровень грабежей и краж в США будет расти, останется прежним или уменьшится? Только ответь честно. Мы знаем, что даже смертный переговор ничего не меняет. Насчет смертного приговора я поговорю позже. Я не говорил о смертном приговоре. Я спрашиваю, что если реализовать этот закон в США? Что каждый богатый человек, имеющий сбережение более 85 граммов золота, должен отдать 2,5% его сбережений в благотворительность для бедных. И после этого, если кто-то будет красть, отрубать ему руку. Я задаю тебе вопрос. Увеличится ли количество грабежей, останется прежним или уменьшится? Да, немного уменьшится. Будешь ты говорить «немного» или «много», но это уменьшит. Так почему бы не применить этот закон? Знаешь ли ты, в какой стране мира сегодня наименьшее количество краж и грабежей? Это Саудовская Аравия. И если ты сравнишь полицию Саудовской Аравии и полицию США, Саудовская полиция работает без пистолетов. Это не потому, что Саудовская полиция очень сильна. Но это потому, что струй закон. Человек подумает 10 раз, прежде чем воровать. Они оставляют их магазины с золотом незакрытыми, целыми улицами в Мекке. Ты сможешь сделать это в Нью-Йорке? Ты сможешь сделать это в Великобритании? Ты не можешь. Нет, ведь тогда у меня не останется магазина. Правильно, у тебя не останется магазина. Моя мама поехала в Великобританию. И когда она шла по улице, подошел человек и схватил цепочку средь бела дня. И спокойно ушел. И никто ничего не сделал. Это западная сторона. Смогут ли они сделать это в Саудовской Аравии? Никогда. Не потому, что Саудовская полиция очень умна, и не потому, что она очень сильна. Вы видите американскую полицию, вооруженную до зубов. С пулеметами, боеприпасами, машинами. Вы ведь видели это? Мы видим полное обмундирование оружия и новейшие мотоциклы и новейшие машины. Но все равно вы обнаружите большое количество преступлений. Но если вы реализуете шариат Аллаха, вы получите результат. Нет сомнений. Нет сомнений, что это остановится. И знаешь, это было сделано. Это было сделано в одном из штатов Нигерии. В одном штате Нигерии, где они немедленно привели этот закон в действие, кражи прекратились. Я могу привести много таких примеров. Много примеров. Но они никогда не применят этого здесь. Почему? Потому что это исходит из исламской книги. У них аллергия на слово «ислам». И также на слово «мусульманин». Это практический закон. Если вы реализуете, вы получите результат. Теперь перейдем ко второму примеру. В исламе женщина должна носить хиджаб. Все тело должно быть покрыто. И единственная вещь, что может быть видно, это лицо и руки. Но некоторые ученые говорят, что даже они должны быть покрыты. Предположим, если две сестры-близняшки, которые одинаково красивы, прогуливаются по улицам Бахрейна, Манама. Но одна из сестер полностью покрыта. Она носит исламский хиджаб. Кроме лица и рук, все покрыто. Другая же сестра-близнец одета в западную одежду. Мини-юбка, шорты, декольте. И они оба идут по улицам Манамы. И за углом стоит парень, чтобы подразнить какую-нибудь девушку. К какой девушке он будет приставать? К девушке, которая носит исламский хиджаб, или к девушке, которая одета на западный лад? Только ответь честно. Под короткой юбкой много не спрячешь. Я спрашиваю, к какой девушке он будет приставать? Ведь уже есть объяснение. Будь честным, брат. Наверное, он будет приставать к девушке? В западной одежде. Правильно. По этой причине мне запретили въезд в Великобританию. Потому что я говорю правду. Теперь ты, ма-шаллах, кем бы ты ни был, ты принимаешь правду. А министр внутренних дел Великобритании нет. Ты сказал, ты из Греции? Ты из Греции? Нет. Гамбург, Германия. Ма-шаллах, ты из Германии. Значит, немцы гораздо честнее, чем англичане. Исламский шариат говорит. Исламский шариат говорит, если кто-то изнасилует женщину, ему смертная казнь. Люди скажут, смертная казнь в наш век науки и технологий? Ислам – варварская религия. Это безжалостный закон. И я спрашивал этот вопрос у тысячи немусульман. И спрошу у тебя тоже. Допустим, не дай бог, кто-то изнасилует твою мать или дочь. И насильник перед тобой. Ты являешься судьей. Какое наказание ты дашь ему? И сто процентов из тех немусульман, которых я спросил, все они сказали, что убьют его. За исключением одного американца, который был не очень умным. Когда я выступал в Нью-Йорке, я сказал, если бы, не дай бог, кто-то изнасиловал твою мать, «Если ты будешь судить насильника, какое наказание ты ему дашь? Я дам ему пять лет тюремного заключения». И тогда я сказал ему, в соответствии со статистикой Америки, в Америке наибольшее количество изнасилований, чем в любой другой стране мира. По данным статистики ФБР 1991 года, каждый день происходило 1756 случаев изнасилований. По данным на 1996 год – 2713. По данным на 2006 – 4000. Значит, каждые 20 секунд происходит одно изнасилование. С тех пор, как я начал выступление, я здесь около трех часов, произошло уже больше 150 изнасилований. И тот американец, который сказал мне, я дам ему пять лет тюрьмы, я сказал ему, согласно статистике Америки, те люди, которые совершили изнасилование, только 16% из них ловят. И только 10% доходит до суда. То есть 1,6%. И из них только 50% получают наказание. То есть 0,8%. Происходит 125 изнасилований. И только один получает наказание. То есть 125 девушек изнасилованы, и только заодно вы получите наказание. И еще после этого 50% досрочно освобождаются. Потому что они насиловали в первый раз. И статистика говорит нам, что те люди, которые получают наказание, когда они выходят, более чем 95% снова совершают изнасилование. Я сказал ему, если ты хочешь, чтобы твоя мать снова была изнасилована, добро пожаловать. Но я не хочу этого. И тогда он сказал нет. Я изначально приговорю его к смертной казни. Я задаю тебе вопрос. Допустим, не дай бог, кто-то изнасилует твою мать. И если насильник перед тобой, и доказано, что он совершил изнасилование, я спрашиваю тебя, какое наказание ты ему дашь? Может, пожизненное заключение? Очень хорошо. Так говорит закон. Я спрашиваю тебя, если реализовать исламский шариат в Америке, что все девушки должны быть правильно покрыты, и мужчины должны опускать свои взоры, когда смотрят на женщин, и после этого, если кто-нибудь совершит изнасилование, ему смертная казнь. Я спрашиваю тебя, будет ли уровень изнасилований в Америке увеличиваться, останется прежним или уменьшится? Конечно, уменьшится. Но тогда Америке уже не будет смешно. Правильно. Это то, чего боится Америка. Я согласен с тобой, брат. Тогда это будет безопасное место. Вы можете поехать в Саудовскую Аравию или другие земли мусульман. Они безопасны. Если ты поедешь в Саудовскую Аравию, ты можешь быть уверен, что твоя жена, твоя сестра и твоя мать, даже если они будут гулять ночью, никто не тронет их. Так же, как днем. Ты хотел бы жить в такой стране. Знаешь, я был в США много раз. Проводил лекции и собрания много раз. Там опасно. Гулять ночью дамам очень сложно. Некоторые из них ходят, им все равно. Но это небезопасно. Но когда исламский закон практикуется, тогда безопасно. Так что ты хотел бы жить в стране, где безопасно. Где не нужно беспокоиться за твой магазин или оставлять свою машину. Это основные права человека. Поэтому, создатель знает психологию. Все твои пушки не спасут тебя. Некоторые люди думают, что если вы поедете в Саудовскую Аравию, у каждого второго человека нет руки. Я был в Саудовской Аравии более 250 раз и не встречал ни одного человека без руки. Возможно, есть такие люди. Но таков строгий закон. Человек миллион раз подумает, прежде чем красть. И то же самое он подумает перед изнасилованием. Так что это практический закон. Я согласен с тобой. В нем нет сомнений. Есть наказание, есть награда. Без сомнений. Ты делаешь добро, идешь в джанна. Делаешь зло, тебе наказание. Это человеческая психология. Этот закон Корана может контролировать даже американцев. Нет никаких вопросов. Ты можешь применить шариат в любом месте в мире. Поэтому ислам – единственная религия, пригодная для 21 века. Надеюсь, я ответил на вопрос.